5 ошибок в общении с мужчиной, о которых не подозревают большинство женщин. Первая ошибка – это когда женщина думает, что чтобы мужчина делал хорошо, чтобы мужчина правильно себя вел, чтобы мужчина делал ее счастливой, этому мужчине нужно объяснить. А вот я привыкла, папа маме всегда дарил цветы, и вот папа мне дарил цветы, а мы с тобой в отношениях, ты мне не даришь цветы. То есть она хочет от мужчины какого-то внимания, ухаживаний, и она пытается как будто бы донести ему какой-то объем информации через его мозг, думая, что я сейчас ему загружу дискету, объем информации, он сейчас что-то поймет и станет таким, как я хочу. Вспомните мужчину, который вами очарован, и он много чего делает, проявляет свои лучшие качества. Что в этом мужчине, какой важный элемент? Он испытывает определенные эмоции, он что-то чувствует. Нет, не сначала он думает, так, она классная, поэтому сейчас буду чувствовать что-то к ней. Нет. Я что-то чувствую необъяснимое. Если вы хотите, чтобы мужчина делал для вас хорошо, чтобы он делал вас счастливым, вам нужно думать о том, как сделать так, чтобы возле меня он чувствовал себя мужчиной, чтобы он чувствовал себя классно. И из этого состояния классно ему хотелось делиться и делать для женщины хорошо. Вторая частая ошибка женщин – это позиция, подход «я сама». То есть это те девушки, которые, они все делают сами, они как будто бы не позволяют мужчине проявиться, они не дают ему пространство проявиться. То есть она сама приезжает на свидание, она готова сама за себя рассчитаться, она сама за себя снимает эту верхнюю одежду, да. Она в разговоре гордится своими достижениями, она в разговоре рассказывает про свой бизнес, про свою карьеру, про какие-то вот типа серьезные вещи деловые, но тем самым она как будто бы транслирует, что я такая крутая, я такая классная, я такая там достигаторша. Вот буквально недавно я был свидетелем, я сидел и завтрак, ел в заведении, и рядом со мной еще два столика – мужчина и женщина. И мужчина начал знакомиться с девушкой, я стал невольным свидетелем. И слово за слово, мужчина там за ноутбуком работал, там что-то девушка, девушка красивая, ухоженная, он уже начинает у нее спрашивать, какая у тебя ниша, чем ты занимаешься. Она еще отвечает, она говорит, ой, ну там сложно. То есть, понимаете, кажется, человек себя ведет, но как будто бы наше поведение, оно задает какой-то тон, да. И по сути она задала определенную волну разговора, и определенное отношение, вот она все такая серьезная, при этом красивая и ухоженная, да. Это поведение, оно включает мозг мужчины. И да, в итоге они пообщались минут 10, и он не взял у нее телефон, не попросил контакта, и они вежливо попрощались, и девушка ушла, пошла по своим делам. А зачем это выставлять на показ? А вы сами по себе не ценность? Ну хорошо, если нормальный мужчина, а зачем ему достижения? Зачем ваши бренды? Зачем ваши машины, если у нее есть свои? Нужно уметь демонстрировать свои, так называемые, слабости. Но об этом, о глобальной женской трансформации, о прокачке женственности, о большой такой теме, как психология отношений, это я раскрываю на платном курсе Путь женщины, который, кстати, идет с 2014 года, и уже насчитывает десятки тысяч выпускниц. Есть немало девушек, которые не умеют говорить «нет». Значит ли это, что они все время говорят «да»? Нет, не значит. Они просто где-то на все соглашаются, где-то они терпят, где-то они говорят ни да, ни нет, которых называют слишком доброе, слишком хорошее. А кто такая слишком добрая и слишком хорошая? Это у которой нет своих границ. А у кого нет своих границ? Это, опять же, тот человек, который как будто бы отключен от своих истинных ощущений. Вот, кстати, об этом подробнее я рассказываю на бесплатном курсе «Как стать психологом с нуля». Для себя, либо как профессия, чтобы зарабатывать достойные деньги. Прямо сейчас под этим видео ссылка, записывайтесь там, тоже очень интересно и подробно раскрываю это и другие темы. Если вы относитесь к такому типу девушек, пожалуйста, вам домашнее задание. Каждый день у вас должно быть минимум три «нет» разным людям. Найти повод, кому сказать «нет». Те девушки и женщины, про которых я сейчас говорю, уверен, понимают о чем я. Если вы к ним относитесь, прямо сейчас ставьте лайк. Следующая ошибка – это когда женщине кажется, что если мужчина настоящий, то он сам должен знать. То есть он сам должен найти подход. Для него должно быть очевидно, что на свидание нужно с цветами. Ну и так далее. И на любую тему можно, вот так женщина есть какие-то убеждения, что мужчина сам должен знать, он сам должен догадаться, он сам должен считать мой намек, или сам должен понимать, что у меня происходит внутри. Или же мужчина должен знать, что ну женщинам же приятно, когда мужчина, например, там ухаживает. Дорогие мои, первое. Все женщины разные. Вот если вы думаете, что всем женщинам приятно цветы на первом свидании, вы в большой иллюзии. И есть женщины, которым это наоборот неприятно. Неприятно, потому что настораживает. Какой-то незнакомый чувак, малознакомый на первое свидание, цветы, какой-то шикарный букет, с ним таскаться нужно и так далее. Кому-то нравится, когда мужчина уделяет много внимания. А кому-то, если мужчина будет уделять много внимания, женщина скажет, ой, какой-то он душный, как-то он давит, слишком его много в моей жизни, а как же моя свобода, да? Забудьте об этом. То есть это значит, что вы ищете телепата, экстрасенса. Тогда ищите мужчину среди, ну как бы, битвы экстрасенсов, да? Вот там где-то. И то вряд ли там такие есть. Настоящий мужчина – это прекрасно. Но давайте вернемся к тому, кто такая настоящая женщина. Настоящая женщина – это та, которая умеет разговаривать, которая умеет вести дискуссию, которая умеет озвучивать желания, которая умеет, ну, скажем так, грамотно выяснять отношения без наезда, да? Если что-то идет не так. Соответственно, это подход зрелый. Зрелый подход. Это на равных. Это когда, да, настоящий мужчина, и я с ним взаимодействую. А незрелый подход – это он настоящий мужчина, а я маленький ребеночек. И пусть он меня кружит, удивляет, ухаживает там и так далее. И даже если он первое время это делает, потом ему это что? Надоедает. Опять же, если вы подробнее хотите разобраться, как это помогать мужчине делать меня счастливой, это не в смысле как немощному мальчику помогать или пятилетнему мальчику. Это грамотное взаимодействие. Это грамотное взаимодействие, когда вы не подсказывая подсказываете мужчине, как вам хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!